Добрый день, дорогие мои юные друзья! С вами сегодня я, Нина Никонова. Есть у меня волшебный сундучок, в котором живут мои друзья и помощники. Как вы думаете, кто здесь находится? Да-да, не удивляйтесь, это куклы. Раньше кукол сопровождали человека всю жизнь. С ними не только играли, но и проводили различные обряды. Таких кукол детям сначала делали их мамы, бабушки, няни, старшие братья и сестры. А потом, когда дети подрастали, они начинали уже делать такие куклы сами. Самая первая игрушка, которую вы можете сами себе изготовить, это зайчик на пальчик. Когда родители уходили на работу, например, на поле, они оставляли своим детям игрушки и куклы, чтобы детям было не страшно, а и они не скучали. А зайчик был еще и другом для детей. С ним нужно было поговорить, поиграть, пошептаться, доверить ему свои тайны. И он, конечно же, всех послушает, смотрите, какие у него длинные ушки. И, конечно, он никому не выпустит вашей тайны. Вот такую игрушку друга я предлагаю сегодня сделать вам самим. Чтобы сделать вот такого зайчика, нам с вами понадобится прямоугольный воскуток ткани. Размерами примерно 10 на 25 сантиметров. Желательно брать хлопок или мягкий лен. Можно также использовать вторую трикотажную футболку или даже вот такую махровую салфетку. Еще нам будут нужны прочные нитки, мулиней, ирис. А для набивки головы в основном используется бата, синтепон или вот такая ветошь. Итак, начинаем творить. Берем ткань, складываем по длине пополам. Если у вас ткань двусторонняя, то изнаночной стороной внутрь. Теперь в том месте, где у нас находится сгиб, вот этот угол мы закладываем тачком внутрь, между слоями ткани. Формируя диагональ. Вот у нас получится такая форма. Вот так. Здесь у нас угол, а вот это у нас косая линия. Примерно на середине этой косой линии мы с вами присбариваем нашу ткань в пучок. Это будут у нас ушки зайчика. Берем нитки и придерживая один конец нитки, начинаем обматывать. Делаем несколько витков. И чтобы закрепить нашу нитку, мы с вами делаем петлю. Подеваем ушки и закрепляем. Нитка остается со стороны спины. Расправляем ушки. Вот это у нас будут ушки зайчика. Теперь со стороны спины, вот здесь у нас получился как бы кармашек. Делаем мы с вами голову зайчика. Берем ветошь, формируем шарик и вкладываем эту ветошь внутрь. Вот этот кармашек. Прикрываем тканью. И у нас получится вот такая голова. Снова берем нашу нитку и наматываем. Делаем несколько витков. И точно так же, чтобы закрепить нашу нитку, мы с вами делаем петлю. И закрепляем. Вот у нас получилась голова и ушки у нас есть. Теперь мы с вами делаем лапки зайчика. Для этого переворачиваем мордочкой вниз. И вот этот нижний конец ткани начинаем закипать. Заворачиваем валик. Делаем несколько витков. Сделали вот такой другой валик. Теперь мы с вами вот этот оставшийся кусок ткани сгибаем пополам. И прикладываем этот валик к перетяжке за спиной. Поворачиваем. Чуть-чуть присбариваем ткань с двух сторон. И вот в этом месте мы с вами снова будем обматывать ниточкой. Сделали несколько витков. Вот такой зайчик. Чтобы зафиксировать спинку, можем намотать крестиком. Чтобы закрепить нашу нитку, мы снова делаем петлю и затягиваем на месте фалии. Поправляем чуть-чуть ткань. Ушки поправляем. Лапки. И вот такой зайчик готов. Вот такого славного зайчика на патче мы с вами сегодня сделали. Надеюсь, он будет вам хорошим другом. Можете с ним поиграть. Сыграть в сказку. А можете сделать много-много зайчиков. И подарить друзьям. Благодарю всех, кто сегодня был со мной. Творите, дерзайте, играйте. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok